В Таласе внедряют современные технологии видеосвязи в сферу государственного управления. Интернет и прямая видеоконференц-связь позволяют отказаться от услуг офисных курьеров и частично от возможностей телетайпной и факсимильной связи. Идея проведения селекторных совещаний по видеосвязи у Акима Таласского района зародилась после того, как совещания Кабмина позволили органам местного самоуправления подключиться из любой точки региона. Все совещания, проводимые в аппарате правительства, мы можем слушать в онлайн-режиме. И после этого мы задались вопросом, почему не можем проводить такие заседания на районном уровне и вывести отдельный канал для этого. Но, как оказалось, выделение канала – это очень затратно и требует немало средств, порядка 2,5 миллиона сомов. Но к 2020 году планируем все же вывести и в каждом Аилы Кмоту выделить кабинеты для проведения таких совещаний. Еженедельные видеоселекторные совещания позволяют выходить на связь с любой местностью посредством приложения Skype. Как, например, в этом случае, когда глава Долуну Аилы Кмоту вышел на связь с недостроенного социального объекта и наглядно показал о ситуации там. Обмен данными и некоторыми поручениями у нас происходит посредством приложения WhatsApp. Это очень удобно, поскольку у Skype нет таких возможностей. В видеоконференции можем подключать до 24 участников из числа глав Аилы Кмоту и сотрудников муниципалитета. Многочасовые ожидания и долгие очереди теперь позади. Свою работу в режиме единого окна начал Центр предоставления госуслуг в Таласской области. Здесь можно получить справки и документы от МВД. При этом процедура их получения значительно упрощена. Так же, как и взаимодействие граждан с должностными лицами сведено к нулю. А процесс получения документов полностью автоматизирован, что позволяет искоренить коррупционные проявления. Здесь у нас работают вольно-наемные сотрудники, которые не являются сотрудниками МВД. То есть граждане, как раньше, не приходят к сотрудникам милиции напрямую. Они через вольно-наемных сотрудниц у нас, получается, приходят к ним, оформляют заявление. И после того, как мы регистрируем это заявление, получают ответственные лица, сотрудники милиции, перепроверяются их и выдают в единое окно. То есть контакт граждан с сотрудниками минимализирован в этом плане. Теперь за получением справок нет надобности ехать в Бишкек, как это было раньше. Принцип единого окна подразумевает, что отныне обращаться в несколько инстанций за получением справки о наличии или отсутствии судимости, а также разрешения на перевозку опасных грузов и предоставление апостеля, то есть документа для получения лицензии на использование оружия нет необходимости. Раньше сроки были как бы от месяца и выше, а сейчас в режиме единого окна для получения справки о наличии судимости на бесплатной основе человек может прийти сюда к нам, оформить заявку и в течение 7 рабочих дней получить уже готовую справку. То есть ему не обязательно выезжать в Бишкек, он приходит, оформляет свою заявку, мы уже можем точно поминутно сказать, когда он может прийти уже за готовой справкой. То есть мы в электронном варианте оформляем заявку и через МВД, в электронном варианте, опять же, ему распечатываем эту же справку. ТАЛАС не стал исключением и от запущенной масштабной автоматизированной информационной системы как единый реестр преступлений и проступков, которая позволяет видеть весь процесс уголовного дела как на ладони. Как признается сотрудник ведомства, после внедрения ЕРПП искоренилось понятие как укрывательство преступления, ведь ответственность за это грозит сотруднику большими штрафами. Это стало удобно и гражданам. После того, как они подают заявление, им выдаются талон уведомления с QR-кодом. Которую практически подделать невозможно. То есть гражданин уже по этому QR-коду может определить уже свой статус своего обращения уже дома у себя через интернет. То есть в каком стадии находится его производство. Такого понятия, как укрыть преступление, такого нет уже, как раньше. То есть если раньше даже было, чтобы какую-то статистику поднять или занесить, скрывали преступление, то сейчас это уже невозможно. Ответственность за укрывательство преступления тоже повысилась. Если раньше сотрудники как-то обходились штрафами или условными сроками, то на данном этапе штрафы очень большие, как уже все знают. И сроки там тоже реальные за укрывательство преступления. Одним из примеров цифровизации в области стало и запущенное мобильное обслуживание населения. Мобильные цены были созданы в помощь сельским жителям, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Ведь раньше им приходилось за услугами выезжать в районные центры. На сегодня мобильный ЦОН оснащен всем необходимым техническим оборудованием для оказания услуг паспортизации, регистрации записей и актов гражданского состояния. В нашем Центре обслуживания населения люди подают документы на паспорт и получают все услуги в одном здании. То есть гражданин при обращении в наш ЦОН сдает документы здесь же, фотографируется и оплачивает услуги за паспорт, не выходя из одного здания. Создается возможность для экономии и рационального использования времени. Услуги мобильных ЦОНов для граждан, проживающих в домах престарелых, сиротам и воспитанникам детских домов по Таласской области, а также ветеранам Великой Отечественной войны и лицам с ограниченными возможностями здоровья, услуги предоставляются на бесплатной основе. «Эта услуга очень удобная, и чтобы получить паспорт, не выходя из дома, необходимо только оставить личную или коллективную заявку в Центре обслуживания населения, и на основании этой заявки мобильная группа выйдет на место и окажет необходимую услугу». Талас не остался в стороне и от внедрения информационных технологий в систему налогового контроля. Теперь, чтобы сдать налоговую отчетность, предпринимателям не надо посещать налоговый орган. Достаточно воспользоваться электронными сервисами ведомства дома или в офисе, зайдя в кабинет налогоплательщика. Сервис позволяет сократить контакты с налоговиками и позволяет избежать ряда ошибок, допускаемых при составлении отчетности вручную. «Все, кто желающие налогоплательщики, они приходят, регистрируются и получают рутокен, и через электронную подпись они могут на сегодняшний день предоставлять все виды отчетов в электронной форме». Также ведомствам выдаются и электронные патенты, приобрести которые можно в любом месте и произвести оплату в удобном для вас варианте. «Они, не отходя от своего рабочего места, могут получить патент, а также могут оплатить через свой смартфон, за патент, и продление патента происходит непосредственно на месте, уже не выходя из своего рабочего места. Тем самым они экономят свое время, свои средства для проезда». Ну а предприниматели среднего и малого бизнеса перешли на применение контрольно-кассовых машин с передачей данных в онлайн-режиме. То есть вся информация в режиме реального времени поступает в единый сервер налоговой. «Эти данные мы можем просмотреть на месте, то есть уже мы лишний раз не будем тревожить налогоплательщиков, к ним ходить с проверками, со всеми мы можем это все просмотреть у себя через сайт и сразу предупредить о том, что у вас где-то там какие-то нарушения могут быть». Довести новые технологии, инновации и интернет необходимо до каждого населенного пункта, чтобы каждый вне зависимости от региона почувствовал выгоду от цифровизации. Это была программа «Цифровой Кыргызстан» и будьте в духе цифрового общества. «Цифровой Кыргызстан»